Приветствую всех зрителей видеоканала Совета Электрика. Это видео я не зря назвал «Новости от Сергея Понагушина». Две основные новости. Первая – это о его здоровье, о том, что он сейчас уже вышел на работу, выписали его из больницы. Я более подробно, чуть попозже, о его здоровье остановлюсь. Вторая новость основная, что он опять с нами, опять выпускает видеоролики и организовал конкурс. Ссылочку на его конкурс я размещу в описании под этим видеороликом. Переходите, там все условия, там на вопросы отвечать даже не надо. Простой конкурс, по-моему, 12-й, дозвонившийся до Сергея, 12-й человек, он получит приз. Все очень просто. Там в эту пятницу, то есть осталось буквально несколько дней, успевайте, участвуйте в конкурсе, приз очень хороший. А сейчас о здоровье. Все вы знаете, что у Сергея был инсульт, неожиданный инсульт, тяжелый инсульт, неприятный инсульт, не дай бог это кому-то перенести. Я постоянно с ним держал связь, старался регулярно с ним перезваниваться, переписываться, о его здоровье узнавал. И вы знаете, я вам честно скажу, ваша поддержка, даже не деньги, а ваша поддержка была очень своевременно и очень актуальна. И я знаю, как Сергею было тяжело первые дни, вот первое время, тяжело и физически, тяжело было морально. Я это даже по разговору чувствовал. И Сергею было очень и очень приятно осознавать, видеть, что его многие поддерживают, его не бросили на произвол судьбы, что он никому не нужен. Многие ему писали слова поддержки, подбадривали его, денежки переводили, неважно сколько там, 5-10 тысяч деланий в деньгах. Всем огромное спасибо, лично от меня большая благодарность, что вы откликнулись на мою просьбу о помощи Сергею. От Сергея большая благодарность, дальше будет, я вставлю видео уже от Сергея, где он выскажет свои слова. Огромное спасибо тем организациям, которые поддержали Сергея. То есть не только электрики, там, домашние мастера поддерживали, зрители, а даже вот организации. Я знаю, что Сергею помогла компания КВТ, помогла компания ШТОК, тоже деньгами помогли. Большое-большое им спасибо, вы классная компания, вы отзывчивые, вы настоящие друзья. Спасибо вам компания КВТ и компания ШТОК. От меня лично огромная вам благодарность. Ну и, конечно же, всем-всем вам, уважаемые друзья, кто отозвался на мою просьбу. На данный момент Сергей работает, он вышел на работу, его выписали из больницы. Ну, конечно же, трудно назвать его здоровье, что он полностью восстановился. Конечно же, нет. Вот даже вот он говорил, что если раньше вот выключатель света надо заменить, он это делал там, ну, за 5-10 минут, да, а сейчас руки уже работают совсем не так, ну, честно говоря, плохо слушаются, так сказать. Сейчас уже ему там надо минут 20, сейчас уже дольше. Ну, так, честно говоря, ну, неприятно, когда знаешь, что ты умеешь это делать, а не можешь. Ну, приятного здесь мало. Но Сергей Ивановед сейчас снимает следующие видеоролики, и я надеюсь, что он восстановится. Он сейчас уже серьезно занялся своим здоровьем, но ему сейчас пить нельзя. Курить он бросил, Сергей. Кушать ему многое нельзя, вот даже любимое его сало ему есть нельзя. То есть ему сейчас не копченое, никакое сало нельзя. Там жирное ему тоже нельзя, жареное нельзя. Вот много ограничений в еде. Ну, что делать? Сейчас приходится мириться, чтобы восстановить свое здоровье. Ну, вот на этом у меня все. Еще раз огромная всем благодарность, всем, кто откликнулся. Ну, а сейчас я предоставляю слово Сергею Понагушину. Послушайте вкратце его и о конкурсе тоже он скажет. Всего вам доброго, до свидания. Привет, народ. Привет, YouTube. Всем доброго времени суток. Очень много вопросов задают Серега. Как ты? Да что? Что у тебя? Как? Ну, что я могу вам сказать? Живой, почти здоровый. Выписать меня выписали. Насчет вылечить, конечно, я бы сказал, что не до конца. Но меня выписали, так что на работу только вышел. Не дождетесь. Вообще, да, юмор юмором, да, ну, спасибо большое за помощь, вот, за поддержку, да, за все, за все. Вообще, спасибо огромное. Ну, теперь я возвращаюсь в строй, да, надеюсь, почаще буду ролики снимать, потому что сейчас, да, и на совсем, не сейчас, а на совсем, правильно это будет сказать, от монтажа мне придется отказываться. Почему отказываться, то есть мелкий монтаж, мелкие работы какие-то я буду делать, а на здоровое мне теперь уже нельзя, да. Да, мне ограничений очень много, ограничения теперь меня коснулись это на всю жизнь, например, высоты, высота мне теперь противопоказана, да, то есть моя работа теперь ЖЭК, да, больше, в общем-то, и на монтаж, настройку никуда уже не пойдешь. Поэтому буду заниматься ремонтами, мелкими ремонтами, да, ну, и делиться нажатым опытом, да, как-то так, ну, а сейчас, я думаю, всем будет интересно. Итак, на днях вышел обзор вот этого ПГР, да, в том числе, то есть два ПГРа, там, обзор делался на КВТ и вот на этот ЕКОСКИЙ. И там я сказал, что ЕКОСКИЙ я разыграю, да, разыгрывать буду среди зрителей. Итак, условия розыгрыша, да, надо же объявить их, правильно. Итак, условия розыгрыша. Нужно быть подписчиком моего канала, подписчиком быть в группе ВКонтакте Электрик, да, то есть ссылочка будет в описании. И компания ТМ, вот, то есть в трех вот этих местах нужно быть подписчиком, да, зрителем, подписчиком этих групп и, да, вот, и канала. Итак, и условия какое, то есть достанется этот приз тому человеку, который дозвонится по номеру телефона до меня, да, а 24 числа, 24 августа 2018 года в промежутке с 8, давайте, с 9, давайте не с 8, с 9 утра по Москве, чтобы как-то понятнее было, в 9 утра по Москве, да, с 9 и до 12 часов по московскому времени до меня дозвониться. Ну, дозвониться не просто так, а этот человек должен быть 12-м, то есть будет 12-й человек, который до меня дозвонится. То есть там и уже по телефону непосредственно я уже ему скажу, что да, он вот выиграл, как говорится, приз, и он мне тут же, надеюсь, сразу сообщит, кто он такой, то есть фамилия, имя, отчество, да, приветствуется, скажем так. Вот такие условия, думаю, ничего сложного, желаю всем удачи, спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!